Что-то будет, как всегда, но и без новинок не обойдется. В обл. избиркоме прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о выборах, запланированных на сентябрь. Жителям Верхней Волжи предстоит заполнить по пять, а где-то и по шесть бюллетеней. Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября. Хотя по факту этих самых дней будет три. Начиная с пятницы 17 сентября граждане начнут заполнять бюллетени. Их будет по пять, а в некоторых муниципалитетах и по шесть бланков на одного избирателя. Ведь, как и пять лет назад, нас снова ждут выборы всех уровней. Всего в Тверской области состоятся 22 избирательные кампании, в ходе которых подлежат замещению 239 мандатов. Помимо выборов депутатов Госдумы, мы полностью избираем органы государственной власти. И вет. исполнительной власти, губернатора Тверской области, и вет. законодательной власти, это депутатов законодательного собрания. Также у нас 197 мандатов на уровне выборов органов местного самоуправления. На всех выборах, кроме муниципальных, предусмотрена возможность голосования с помощью механизма «мобильный избиратель». Начиная со 2 августа с заявлением о включении в список голосующих по месту нахождения, гражданин может обратиться в ТИК или МФЦ, а также любой участковый избирком. Тоже можно будет сделать через госуслуги. Это особенно удобно для дачников. Житель, например, города Твери может написать, подать заявление о включении в список по месту нахождения, например, в Черногубовском сельском поселении, если у него там находится дача. И в любой из дней 17, 18, 19 приходишь там и голосуешь. А здесь, в городе Твери, из списка избирателей такой человек будет исключен. Валентина Дронова отметила, что предстоящие выборы будут высокотехнологичными. На участках организуют видеонаблюдение. В Твери, где проживает больше всего избирателей, применят комплексы обработки бюллетеней, позволяющие считать голоса в автоматическом режиме. Кроме того, высокие технологии начнут использовать уже на стадии обработки листов с подписями. Проверять их будет специальная машина, которая может многое. Распознает рукописный почерк, который позволяет нам без участия человека формировать запросы в полицию по недостоверности данных, указанных избирателями в подписных листах, и облегчает работу почерковедов. Последняя новость должна быть интересна не только кандидатам, но и студентам, а также всем, кого накануне выборов отправят собирать подписи. Ведь теперь их придется действительно собирать, а не рисовать.